В городском округе растет число пострадавших от укусов клещей. Ежедневно в травмпункт Люберецкой областной больницы обращается от 10 до 15 человек. В основном это грибники, которые в погоне за опятами сами становятся объектами охоты насекомых. Истории пациентов в нашем следующем сюжете. Итак, ваши клещи удалены, они в этих емкостях. Держите. Клещей нужно будет сдавать в любые частные лаборатории. Это необходимо сделать, чтобы проверить насекомых на наличие инфекции. Пациент в травмпункте Сергей Черносвитов жил с двумя клещами в животе целую неделю. Поймал их в лесу во время похода за грибами. Незваных гостей на своем теле мужчина обнаружил не сразу. Ну, наверное, я не соблюдал все меры предосторожности и не проследил, чтобы майка была заправлена. Потому что клещи я ловлю не первый раз. Но обычно мы их сами устраняем, выкручиваем вовремя. А вот этого делать ни в коем случае нельзя. Самостоятельно вынуть клеща сложно, если раздавить насекомое его же не возьмут на исследование. Вынимать его с помощью масла тоже не стоит. Клещ просто задохнется, но останется в ранге. В любом случае после укуса насекомого нужно обращаться к врачу. Врач, который принимает пациентов не только с живыми клещами, но и со следами укусов, потому что переносит заболевание в момент укуса. После чего пациента направляют к инфекционисту в поликлинику по месту жительства, назначая ему профилактическое лечение. Препараты нужны для того, чтобы препятствовать развитию болезни Лайма. Клещи – переносчики болезни Лайма и клещевого энцефалита. Если контакт с насекомым произошел на эндемически опасной территории, а в Московской области это Дмитровские и Толдомские районы, то пациента сразу отправляют в инфекционное отделение для проведения вакцинации. Луиза Игязарян, Телеканал ЛРТ.